Всем привет! Сегодня мы будем разговаривать с Соней Петрович. Она чемпионка Европы, также она бронзовый призер Олимпийских игр. Также она выиграла три раза Евролигу, так что сегодня мы подключимся к ней, сейчас я её найду. Всем привет, кто подключается. Так, Соня. Соня, Соня, Соня. Сейчас найдём её. Сони пока нету, сейчас ждём, когда подключится. Надеюсь, она не забыла. Привет-привет-привет всем, кто подключается. Вот, Соня тут. Ну, привет! Привет, Паш! Слышишь меня хорошо? Слышишь меня? А, сейчас да. Вначале нет. А, не слышала? Как твои дела рассказывают? Как ты проводишь свои дни в карантин? Что ты делаешь? Давай, хорошо, но только первые две вещи. Первая вещь, что это первый раз, что я сделаю лайв в моей жизни в Инстаграм. Так что, если что, не получится, простите меня. И второй раз, что я вообще не использовала русский, когда уехала из Курска. Поэтому, может быть, не всё будет понятно, но давай. Надеюсь, что смысл получится. Ну, так, нормально. В принципе, да, как везде, у нас такая ситуация, что весь время надо быть дома. И особенно я, потому что, если ты прилетел из границы, да, ты должна всё время быть домой. Так что, в субботу мне будет четыре недели, что я вообще дома. И, не знаю, мне не так тяжело, потому что, наверное, как Милош, мой муж со мной всё время, а у нас это не Тасабена, тогда ещё и получилось использовать это время. Я не знаю, я каждый день чуть-чуть тренируюсь, так читаю, что там, так что день в день, и вот, прошло. Всякое разное, вообще, как ты готовишь, как ты тренируешься, это очень хорошо. Ну, да, я думаю, для нас, спортсменов, большой разницы нет такая, потому что, как программа, каждый день более-менее и одна и то же, потому что у тебя есть тренировки, ты чуть-чуть готовишь, чуть-чуть отдыхаешь, и вот. Каждый день более-менее одинаково, только что ты всегда сейчас всё сделаешь домой, а раньше могла быть где-то уходить. Да. А ты вообще не выходишь на улицу вообще? Нет. Вот я, потому что прилетела между первыми, тогда ещё ничего нам не дали, там, какие бумаги или что, что надо сделать, и вначале я только ходила в магазин или когда хотела бегать. Но через несколько дней мне позвонили из милиции и сказали, да, что вообще не можно, надо только домой быть, и вот от этого времени я только домой, всё, что нам надо, Милоша делает. Я маму вообще не увидела, так что очень ожидаю в субботу, чтобы через несколько дней, если ничего, могла пойти увидеть маму, и иногда прогулять до магазина, и это всё. В принципе, я не думаю, что надо много гулять, но только чтобы чуть-чуть на воздухе было. Ну да, да, да. Ну, расскажите, давай вернёмся к теме баскетбола. Давай. Как ты начала вообще заниматься баскетболом? Почему ты выбрала именно этот спорт? И как ты свою душе? Ну, так, мой папа занимался баскетболом, и он там играл, был тренером, был судья, и когда я была маленькая, мы летом обычно сходили на кемпе, на котором он там был преподаватель. И, да, и, конечно, как и каждый ребёнок, я там, увидишь мяч, и что будешь делать? Снять его. И сестра, я долго просила папе, давай, мы хотим тренироваться, мы хотим, мы хотим. Но ничего, в принципе, папа не хотел. Вначале он говорил, вы не знаете, спорт нет, только всё хорошо, не знаю, что там. Но как мы успели, и через несколько лет они нас пускали и начали тренировать, и я должен сказать, что эти несколько первых лет, когда я вместе со сестру играла, это самое лучшее для меня время, потому что, не знаю, это как, когда ты не работаешь. Поскольку нет твоя работа, ты просто играешь, и чувствуешь игру, и не думаешь, и вот в этом начале мне самое лучшее вспоминание. Я несколько первых лет тренировалась со сестрой в команде, где папа был тренер, и потом мы переехали в Красную Звездку. А ты, получается, начинала со старшими играть, получается, тренироваться? Да, я была... Только я, у меня... Только у меня было 7 лет, у всех остальных девочек, у них было 9 или 10 лет. Да, наверное, мне повезло. Конечно, начало было тяжело, потому что в этом году это большая разница, я думаю, ну, там физическая между девочками. И в начале я, конечно, всё было самое хуже, и, ну, так, было тяжело. Ну, там, попозже увидела, что это дало мне много преимущества и результаты. Это здорово. Ты сказала в начале, что папа твой встраивал кэмп. У вас не очень... Не очень. Ну, он не строил. Там был кэмп, который его просил, чтобы он приехал быть преподавателем. И так, когда бы он уехал, мы бы пошли, поехали с его. И, ну, в принципе, я, когда была маленькая, я ходила на много кэмпа. Каждое лето у нас бы мама и папа отправили на, может быть, три разные кэмпа. Там очень много раз не было для девушки. Мы бы с мальчиками тренировались. И так я вспомню, что одно лето у меня были короткие волосы, и ведь мальчики думали, что я мальчик. Никто не думал, что я тут девушка, тренируюсь с ними. Наверное, это значит, я хорошо играла уже в баскетбол. Ну, мы много сходили. В принципе, я думаю, что это время, когда маленькая была, летом, когда работала, это, ну, самое большее, что я использовала для прогресса. Потому что, в принципе, если бы я осталась дома, конечно, что я не буду тренироваться два раза. Если там каникулы, ты будешь больше с друзьями. Так что, ну, в кэмпе мы достаточно много работали. Это здорово, это здорово. Расскажи, как ты делала национальный спорт у тебя? В кэмпе, как ты делаешь там куда-то, в какую-то компанию? Просто постепенно все шло у тебя. Хорошо, я тебе не слышала еще там чуть-чуть... Паха связь? Да, сейчас потерялась. Но, наверное, чтобы я рассказала, как мне получилось в карьере, нет? Да, да. Ну, да, вот я первая моя как серьезная команда, Красная Звезда, и я думаю, большинство народу знает, что это как мне самая дорогая команда. И оттуда я ушла в Испанию. Мне было только 17 лет. В принципе, это не надо сделать. Они мне пускали, как специальные, этот раз пускали. Но, в принципе, не надо так рано уйти домой. Но я думала, что мне надо время уйти, потому что чемпионат в Сербии уже стал достаточно нехорошим. И там, ну да, конкуренция очень слабая была. И я думала, чтобы я сделала больше прогресса, мне надо пойти в чемпионат или команду, которая играет на большем уровне. К сожалению, я подписала на больше лет, но этот год команда Барселоны отказалась. Приехала, поставили нового президента, который сказал, ну я не хочу девочки баскетбола, девочки ватерпола, я хочу больше денег для футбола. И вот. И оттуда я пошла в Бурж, в Францию. Там была один год. Но очень классно нам этот сезон прошел. Мы попали на финал четырех. Это первый раз, что я играла в Евролигу и первый раз сразу попали на финал четырех. Ну, не знаю. В принципе, до этого момента я вообще не познакомила, что серьезный баскетбол. Я не знала, которые игроки, это самые лучшие игроки мира. И вот через один сезон я это все увидела, все и знала. И увидела, в принципе, где мое место в этом моменте, сколько мне еще надо работать. ты сразу начала играть много времени. Ну, да, в принципе, не так много-много, но мне повезло, что и в Барселоне, и в Бурже мои тренеры, у них была такая система, что, в принципе, весь игроки играют двадцать минут. Никто не играет очень много, никто не играет мало, но они используют весь команду и все игроки. И особенно в Бурже мне повезло, потому что был тренер, который много играет в системе, который не так, как в свободе, но в этом моменте, когда я молодая, мне повезло, что мне был надо, там, некоторый человек, тренер, который говорит, давай, сделай это, сделай это. И когда у тебя каждый раз, кто, кого помогает, это было хорошо. И он очень много со мной, тоже работал индивидуально. И, ну вот, так, я думаю, что это один из сезонов, когда я вообще много выучила. И потом спартак, после Бурж. Да. Из Буржа я пошла в Спартак, и там шесть лет я была, и вообще это самая большая часть моей карьеры. И, ну вот, в Европе Спартак и Прага для меня, ну, как особенное место в моем сердце, потому что Спартак, я думаю, были одни из моих самых лучших и самых хуже моментов карьеры. И перед этого, что я надо было приехать, я уже получила очень серьезную травму, колен. И вот, в принципе, команда могла сказать, что как я не была там, я травмировалась со сборной, что их, ну, они не были должны ждать меня, и это все. но они вообще показались обратно, помогали меня, я, ну, весь сезон восстановилась, и как награждение они мне поставили в команду на файл в четверг, и это первый раз, когда я выиграла Евролиг. И, в принципе, я думаю, что Спартаки у меня так было очень полезно, потому что первый год, конечно, я не играла, и второй меньше у нас был там звездная команда Сюборды, Анна Таурази, Фауэллс, русские Карпунина, Сипова, ну, вот, классная команда, и я и знала, что у меня шанс не будет много, но просто бить с этими игроками, увидеть, как они тренируются, как они думают, как они играют, которые решения они искают. Я много выучила, и только смотреть. И вот прошло из этого, что я была самая молодая, ну, там, одиннадцатый игрок, потом через несколько лет восьмой, попала в первую пяторку, и на конце, перед выходом я уже была один из лидеров команды, и это мне помогло достаточно, потому что я из этого знала, как чувствуется каждый игрок команды, и эти, которые не играют, и эти, которые сами лучше, и это для каждого лидера тоже очень важно, чтобы ты знал, как разговаривать, и как понять каждого игрока команды. тяжело было учить русский? Ну, нет, тяжело, потому что русский и сербский очень похожи, и потому что я русский учила в школе, ну, конечно, я думаю, самая большая проблема, потому что я знаю, что вы мне понимаете, и все равно, что я сделаю ошибки, я так говорю, и считаю, ну, и вы получите смысл, и никогда не выучила как надо, и каждое лето я говорю, давай, я надо использовать, сделаю там уроки, я выучу как надо русский, и, конечно, никогда время, но это одно из как заданий, которые я себе сделала, чтобы и русский, и испанский хотела говорить как надо, как точно. А английский тяжело тоже было, или нет? Английский нет, потому что английский я много в школе учила, мне тоже в одну дополнительную школу моя мама мне поставила, и в сербии в фильме, музыка, серии у нас все по-английски, и внизу ты можешь читать, и когда тебе все время, когда ты слышишь, я думаю, тогда и полегче получится, потому что с английским никогда не было проблем, но мне самое смешное, потому что все американки думают, что я лучше говорю русский, русский, что лучше говорю испанский, испанский, что эти, а в принципе я самое лучшее говорю английский, но, ну да, в последних несколько сезон, потому что много играла в России, что у меня всегда, ну, и тренеру, товарищей из команды испанки, я думаю, я английского самого меньше использую. не знаю, ты хорошо говоришь и по-русски, но я не знаю, Маша, видно, что мы подруги. Нет, ты знаешь, четыре языка? Ну да, сербский, английский, русский, испанский, ну, как что, я использую и говорю. Я в Франции учила французский, но не повезло, я думаю, в принципе, потому что никогда раньше в моей жизни я не учила. Ну ладно, давай, расскажи тогда о Кианат Европы 2015-й, расскажи, как это было. Ну да, для меня это вообще как странный чемпионат, потому что, в принципе, с 2009-го, когда мы были на чемпионате Европы до 2015-го, я не играла для сборной в Сербии, у меня было много травм, и потом я пошла в WBA и просто не получилось. И, ну, в этом моменте сборная уже сделала свой прогресс, и у них был хороший результат, и я поэтому не хотела как вернуть, ну да, вернуть и сделать что-то плохое. Но тренер Марина Малькович, она мне позвонила, сказала, что она хочет, чтобы я вернулась, как я смотрю на это, и было уже поздно, она мне звонила в начале мая, а чемпионат уже в середине июня начинался, и так, когда мы с ее договорили, разговаривали, я пошла на сборы уже последнюю неделю мая, так что я с ее вместе была три недели в сборной, это мне никогда не случилось, и было странно, конечно, я только что пришла, когда мы выиграли Евролигу с Прагой, и у меня, ну, я чувствовалась достаточно хорошо, ну, вот, пошла в команду, которая для меня уже была сделана, и я все время не хотела мешать, ну, так много очень думала, но, вот, мы в сборной тоже в это время достаточно, как играли все игроки, в начале я играла, ну, не так много, так тоже я в сборной достаточно много играю, центровая, что нет, моя позиция, и весь чемпионат я чувствовала, как, если, если я сделаю хорошо для команды, если это хорошо, и много, потому что мы так и играли, у нас было, выиграем три игры, двадцать, потом проиграем двадцать, повыиграем, проиграем, и я думаю, никто не знал в какой форме мы, потому что мы не знали, что можно получить, но, когда мы приехали в Будапест, я не знаю, как, если только что-то поменялось в голове в стенах, и от четвертого финала до финала, в этот момент мы точно были самая лучшая команда на чемпионате, я думаю, не знаю, финал для меня была самая самая легкая игра, которую я играла, не знаю, может быть ощущение, что нет нужно, что ты можешь проиграть, потому что мы не были фаворитами, или что в конце мы успели прийти вместе, не знаю, но просто было такое ощущение, что эти три игры мы выиграем все равно, как которая команда играет с нами, и не знаю, не могу сказать, что это самый лучший момент сборной, потому что я еще не чувствовала так, как часть команды, как позже, но, конечно, сами, как большой результат моей карьеры, потому что если кто мне сказал, когда я была маленькая, что Сербия будет чемпионат Европы в женском баскетболе, я бы сказала, ты пошел в Сумбар. Понятно. А расскажи, ну, вы знаете, выиграете, что уверены в себе, правильно? Ну, да, достаточно. Ну, каждый игрок под руками, многие люди говорят, что я одна из немного сербов, которая по-другому думает. Ну, да, для народов сербии, в принципе, в каждом спорте они говорят, что вещь, которая сделает нас лучшим, ну, как одним из лучших, это, что мы всегда верим, что мы будем выиграть, что у нас такой талент. Может быть, у тебя нет талента, но ты всегда веришь, что ты так классный. И тогда иногда получишь вещи, которые, может быть, ты не знаешь. так что я думаю, что много из девушки очень-очень большая вера в себе, и это, конечно, важно. Вы как семья, получается, как очень сплоченный такой кулачок. Ну да, это сейчас, я думаю, большая разница в этом моменте и момент два года назад, чем раньше, что мы взрослые, это самое большинство команд, которые играли вместе как юниство. Сейчас 30 лет и больше, я думаю, у нас голова чуть-чуть поменялась, и мы больше не рукаемся никогда, все время проводим вместе, и это, я думаю, разница видна и на площадке, что мне как тяжело, я знаю, что моя команда всегда со мной, и они никогда не будут говорить ничего плохо, и это мне дает веру, что я могу сделать ошибки, но все равно, когда время проходит, и когда будет надо, нам будет повезет. А вот ты сказала, чемпионат Европы для тебя самая главная награда в твоей жизни, как же бронза на Олимпиаде? Ну, да, в принципе, самый большой результат между этого два, бронза на Олимпиаде или золотого чемпионата мира, и я думаю, что для меня бронза на Олимпиаде чуть-чуть как дает больше эмоций, потому что вот в этом моменте я уже ну, как была два года в команде, я уже стала чувствовать ну, как больше динамику, общала больше с девушками, и когда ты даешь больше эмоций, ты будешь и получить больше эмоций, и вот поэтому я думаю и первый раз, что народ мог увидеть, как я плачу после медали ну, как это от счастья, конечно, и вообще на это два момента, это момент, в который ты думаешь это нет правда, это не можно бить в Сербии, эти медали, это ну, я думаю, эти мои медали сделали нас верить потом каждый раз, что это возможно, и вот и прошлое лето мы опять выиграли медаль на чемпионате Европы, потому что мы уже знали, что вот у нас есть качество, чтобы были тут. Да, чтобы побеждать. Согласна. Знаешь, что хотела тебя узнать про WNBA? Почему что произошло? В принципе, я два раза была чемпионате WNBA, первый раз в Чикаго, и я ну, там это для меня достаточно как первое искусство не так классное, я вообще молодая была, и команда вообще не попала в плей-офф, что мне только раз в жизни, что я была в команде, которая не выиграет, которая не играет плей-офф, финал. Ну, в Фениксе по-другому уже было, я была старше, и мне повезло, что у нас больше европейки в команде было, и это вообще легче для меня было, было странно, потому что я думаю, что у нас была вообще классная команда, звездная поторевка, я думала, что у нас есть возможности выиграть, но просто не получилось, и в принципе я думала, что после я буду вернуться больше в Феникс, но в этом моменте я начала с моим мужем, и мы просто, у нас такая динамика, что зимой он больше не следует, а летом я его, если бы я вернулась в Америку, тогда практически мы никогда не были вместе, и вот, как в этом моменте в Европе как лучший момент для контракта, и мне всегда больше понравилось играть в Европе, чем в Америке, ну, как логический выбор была стать в Европе. Как ты думаешь, чем отличается баскетка? Я думаю, на площадке отличается, ну, как физический аспект, что там все больше, ну, как больше они прыгают, больше, побыстрее бегают, ну, там, контакты жесткие, там, все физически больше, но для меня, ну, для меня большая разница нет на площадке, ну, какая жизнь, какая организация, вот, путешествовать, там для меня смысл команды маленькая, ты там, путешествовать почти один, еда одна, одна в комнате много времени, и все, какой для меня бизнес, там, все сделано, чтобы, как было аттрактивно, игры очень интересные, но не просто интересный баскетбол, но интересно, там, все, что они сделали, чтобы люди сидели и смотрели, когда, ну, когда нет баскетбола, но когда там тайм-аутил, что такое, и вот я думаю, что это ощущение, которое нет на площадке, это вообще самый высокий уровень мира, это нигде больше не можно чувствовать, и поэтому, конечно, я всегда говорю, что каждый игрок, если у него есть, возможно, надо пойти и попробовать играть в WNBA, потому что, если ты такой, тебе нравятся эти моменты, ты всегда будешь вернуться там. Да, я согласна. Ну, мне вот, например, в WNBA, потому что, мне кажется, я там расту как игрок больше, потому что из-за физики и также можешь какие-то движения тоже там, например, как там кроссовер в каком-то степп-бэнке, поэтому для меня ну, очень важная лига, как и у WNBA. Ладно, давай. Хотела задать такой вопрос, как ты, сейчас, подожди, как ты относишься к русским? Как я относимся? Красиво, Россия. А, Красиво. Ну, я сказала, Россия, в принципе, мне, у меня всегда будет особенное место, достаточно по-другому, мои 6 лет в Спартаке и 2 года в Курском, но я думаю, что это, ну, время, я выучила много, и мне особенно в Спартаке оказалось вещи, которые не только про баскетбол, но как в жизни, как надо работать, как отношения людей на работе, ну, это некоторые вещи, которые ты выучишь для весь жизни. и, не знаю, в Москве вообще жизнь классная, это, ну, как столица в Си, там есть все, что хочешь, так что, да, я думаю, вообще по-другому была моя этапа в Спартаке и Курске, но, в принципе, свет знает, что у меня для России всегда хорошие вещи сказать, потому что, я думаю, мне очень повезло, и особенно попасть в такие команды, как и Спартаке Курск был в этом моменте, это вообще жесть. Спасибо, очень приятно. Я хотела узнать тебя, где ты будешь в следующем году играть, в сезоне? Ну, я еще не решила, в принципе, эта ситуация, как сейчас, сделала чуть-чуть паузу на мой выбор, в принципе, увидеть, как календар будет выглядеть, потому что они сделали Олимпийские игры в следующий год, и тоже увидят, что это все будет сделать на баскетбол, и особенно женский баскетбол, где всегда знаем, что не так много выборов, но мне в Испании понравилось много, там, жизнь одноклассная, и девочки команды, и люди в команде очень-очень хорошие, мне вообще легко там было жить, и, не знаю, в принципе, достаточно открыто, чтобы я вернулась с Шерону. Тут тебя спрашивают, расскажи про Дуку с Маркой, познакомились с ней? Как я познакомилась с кем? С Мартой Саргай. Мартой. Ну да, все люди интересны этой, никто не верит, что мы вначале вообще не понравились друг другом. Марта и я познакомилась в Праке, когда она приехала играть, я уже там играла, и, ну, у нас достаточно одинаковый смысл за гуд хюмор, который не попадает каждому человеку, и я сделала какие-то шутки, которые Марте мне понравились, и первую часть сезона мы вообще не ну, как, не провели много времени. Ну, одну ночь мы пошли где-то поужинать, и чуть-чуть расслабились, пошли вместе в клуб, и, ну, когда у тебя уже одна, я думаю, как история, которую ты можешь на весь жизнь разговаривать и рассказать об этом, все получится, и сразу это вместе в Америке играли, один еще сезон в Праге, и потом Курске, сейчас в Жироне, ну, в принципе, Марты говорим, что мы как фамилия, как семья, в принципе, что уже, когда знаешь друг другом так много, что у меня ощущение, что у меня она как сестра. Хотели бы какую-то команду? Что, команду? Да, в какую-то команду. Ты хотела бы вернуться? Ну, в принципе, нет, потому что это не будет одинакова команда, в которой я играла, конечно, может быть, если и тренер остался, игроки, думаю, что нет, так что я думаю, мне повезло, что каждый раз, когда я уехала из команды, было время уехать из этой команды, и всегда у меня хорошие ощущения не осталось. Может быть, если бы я сделала ошибку, остаться должной или вернуться там подругам и получилось. Как я сказала, у меня из Спартака и из Праги очень-очень хорошее вспоминяние, и, конечно, я всегда люблю пойти там, играть с ними, чтобы увидела людей из команды, но вернуться нет, потому что у меня ну, чуть-чуть страх, что может быть, не будет все одинаково так, хорошо. Привет, Таня, видимо, привет, привет. Привет, Таня. Вот, так. Так, 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 я на сербском не умею читать, а утром не умею читать. привет, я с вами посмотрю. не скрываю, не не маше ме ме позвала да се включи на канал неног кампа, тако да, само на русском, но, в основном, я надеюсь, что вы понимаете. Скажи, что следующий раз ты сама проведешь в сербском. Ну, не знаю, точно. Не лёгко, потому что ты как всё... Помогаешь. Да, помогаешь и спрашиваешь, если бы я надо подумать. Не знаю, если бы так получилось. Надо мне учить теперь сердце дома, конечно. Можно сказать, ну, классно же, когда я по-другому, просто кричат «Сербия», это, мне кажется, такой эйфории. Что ты хочешь отдать? Ну, да, у нас такой народ, что они исследуют спорт очень-очень много. И когда ты маленькая страна, как Сербия, которая не может менять мир, и у нас нет такая политика, что мы очень важны. Спорт нам даёт чешение, что мы важны, потому что ты выиграешь, и ты чувствуешь большим, чем в реальности ты есть. Ну, вот. И поэтому, я думаю, у народов всегда в спорте даётся так много, и они всегда болеют. И, в принципе, мне только жалко, что мы не попали в финал, потому что, если, думаю, попали в финал, весь зал был занят. Или это что такое особенное. Ну, народы говорят, что это, не знаю, 8-9 тысяч было в полуфинале с Испанией, и это много для Сербии, это нет, много. Поэтому мне жалко, что мы не успели. Ну, вот. Они такие точно, что когда мы проиграем, они умеют бить очень-очень злые. Но, в принципе, когда выиграешь, у тебя, ну, ощущение, что ты сделал весь, ну, весь город, весь страну так счастливым. И, конечно, это что такое больше о тебе. Сонь, другой вопрос, такой не по теме. Любишь ли твои любимые кроссовки самые, если есть? Ну, да. Да, в принципе, я больше люблю какие-то легкие, там, мелкие кроссовки. Этот год я играла LeBron Witness 4. Это мне достаточно понравилось. И большинство сезонов я играла в этих. И тоже прошлый сезон играла в Кайри и Флайтреп. Так что, ну, я не такой для баскетбола небольшой фанат кроссовки, как игроки умеют бить. Ты, говорю, знаешь, как они называются, это уже хорошо. Я в тренировках, я люблю LeBron и всё, мне достаточно. Тут задают профессиональных спортсменов из других спорта. Не считая Милоша. Ну, да, в принципе, Милоша мне много помогал увидеть, какой... Нет, мой спорт легкий, но как мне повезло, потому что я много дала, но мне вернулось. Он очень много тренируется и очень большой профессионал. Ну, просто в таком спорте, в котором нет бизнеса, как наш, и тебе не будет вернуться так много. Но в Сербии, конечно, все знают, что самый большой спортсмен – это Дёкович. И он как открыл нам всё, как возможно поставить Сербию на карту мира, и чтобы все остальные узнали для нас, и это что такое как особенное. И у меня тоже одна подруга, это очень обидно, она, я не знаю, как говорят, она сделает это... Убьёт? Нет, убьёт, но это спорт, знаешь, когда у тебя как... Ну, всё равно, это у неё есть там такое, и она это сделает, она вообще классная. Она выиграла, что возможно выиграть, и... Ну, как... Особенно, ну, как... Нет спорт, который как наш, знаешь, так физически, и поэтому мне это очень было интересно, когда от её услышала много вещей, потому что там достаточно много из головы. Тут задают вопрос, почему ты выбрала твои карты на майке? Почему ты номер пять выбрала на майке? В принципе, я не выбрала номер пять. Когда была маленькая, я выбрала десять. Но в этом моменте, как в первой команде, ты получишь сделанную уже форму, и там была номер четыре, пять, пять был один из самых маленьких. Я была одна из самых маленькая. И они сказали, давай, давай десять, возьми пять, тебе десять большой. И я взяла пять, и вот каждый, почти весь мою карьеру у меня пять всегда, не знаю, сколько раз только не получилось. И, ну, когда ты уже больше выиграешь и выиграешь, и у тебя это номер больше времени, тогда он как получится, что ты считаешь, что он твой. Что ты посоветоваешь детям, которым ты начинаешь? Ну, я всегда говорю, что надо, ну, как бы, был очень... Желание? Да. Ну, чтобы ты всегда сделал, что никогда не потерял желание тренировать. Я знаю, что есть много моментов для каждого знака. Я думаю, и если ты хороший спортсмен, у тебя больше, чем у других был моментов, когда ты думал, я не могу больше, я не хочу больше, это тяжело. Но это разница, когда ты сделаешь все равно, давай сделаю один еще раз. Это потом будет разница и на площадке. Тоже для девушки, я думаю, очень важно, чтобы, ну, как ты следовала своей мечте, если это мечта баскетбол, хорошо, но чтобы сделали и другие вещи. Женский спорт нет такой профессиональный, чтобы ты сказала, хорошо, в 30 я могу перестать и без жизни ничего не сделать. Думаю, что для нас очень серьезно, и надо думать и об семье, и о работе потом, и я знаю, что такое. Ну, да, что, думаю, надо, ну, как терпеть и верить, что все происходит, и не забыть никогда, зачем ты начинала. Если ты начинала, потому что любишь баскетбол, никогда не надо забыть это. В детстве на какой-то момент ты хотела играть? В детстве на каком? На какой позиции ты хотела играть там? Я играла как разыграющий, и для, я думаю, до моих 15 лет я всегда была разыграющей, когда они мне хотели угнять все эти позиции, я всегда бесилась и ругалась. И вот, сегодня я играю почти центровая иногда, так что вообще ушла на другую сторону. Ну, думаю, что это мне достаточно помогало потом в карьере, потому что я вначале играла, ну, позиции, которые тебе сделали думать об команде, чтобы ты знала и дриблинги, и использовать и одну или другую, вторую руку. Я думаю, это все очень важно. И потом помогло мне, когда я уже стала играть на позиции три. Были ли у тебя в детстве кумиры? Были у меня в детстве... Ну, кумир какой-нибудь, который ты представлял, представлял. Нет, я в принципе, нет, не думаю одну особенную, как-то... Вообще? Да, да. Те, кто приходил, да, я понимаю. Ну, да, в принципе, я думаю, это много зависит от тебе, если ты как открыт, что бы хотел получить. Как ты отдыхаешь в это время? Как я отдыхаю? Ну, это очень много зависит, в какой части моей жизни я... Если, ну, если сезон, конечно, больше всего времени я буду читать книги или смотреть фильмы и серии. Сейчас, когда Милоша и я вместе, мы попробуем использовать, ну, как время, чтобы сделали, ну, как... Мирский. Ну, да, и так мы больше гуляем, больше искаем рестораны, кафе, ну, так, чтобы как не были только домой, потому что всегда можешь просто съездить домой. Ну, я думаю, что я всегда достаточно активна, и мне любят ощущение, что мое время происходит с качеством, что я не теряю время. Ну, иногда просто у меня дни, когда я только хочу бить на софе и смотреть мултыки, так что, так что, вот, я думаю, нормально, что у каждого человека есть и одни, и вторые дни. А ты больше любишь нормальные, спокойные, например, или релакс? Ну, например, вот тебе дается там место, вот чтобы ты куда-то поехала или осталась? Что? Куда я поехала? Да, ну, куда-нибудь поехала, на море, например, или там поехала как-то... Зависит, если у нас как больше команд, там больше народов, и, ну, как друзья, или не знаю, что тогда активны, достаточно, мне любить и как узнать новое место, и ходить в музей, и ходить в галерии, и все это, узнать рестораны, но если конец сезона, и если, Милоша, я достаточно устала, и тогда мы выбираем 10 дней, чтобы ничего не сделали, и просто как были на море, и лежали, и, ну, как, батареи пополнили, и давай потом можно опять. Это здорово. Ну, я думаю, мы уже много подсвечали. Да-да, я думаю, тоже. Поэтому, я думаю, будем закрыть эфир. Вот, спасибо большое всем, кто задавал нам вопросы. Соня, спасибо тебе большое, что ты приняла участие. Слышишь? Слышишь? Слышишь, слышу, и не за что, Марта. Спасибо большое тебе. Очень рада, что у меня появилось. Я тоже, и я хочу поздравить тебя с Кэмпом, и сказать, что думаю, что это классно, что это вообще особенный выбор для девушки в России получить время от тебя, и узнать, как работает голова для меня одной из самых лучших центров мира. всё равно, что ты ещё так молодая. Так что, я думаю, что это вообще классный проект. Спасибо большое, Соня. Ты ко мне когда выходит, умеешь? Надеюсь. Увидим, как это всё закончится. Если мы будем опять путешествовать свободно, конечно, что я приехала. Спасибо большое. Ну всё, тогда пока. Пока. У тебя привет. Пока-пока.